Всем здравствуйте! Сегодня у нас на канале ремонт двигателя Toyota Auris Автомобиль 2007 года, один хозяин, пробег 190 тысяч километров Здесь двигатель 1.6 на роботизированной коробке передач Масложор начался 50 тысяч назад, сейчас составляет 1 литр на 1500 километров С этим владелец и приехал к нам из города Уфа Пробег 190, двигатель работает относительно тихо В салоне посторонних шумов не слышно Двигатель 1.6, здесь двумя фазовращателями Актуаторы находятся на клапанной крышке Цепной привод Машина отправляется на снятие двигателя Перед нами полностью алюминиевая рядная четверка С индивидуальными катушками зажигания С двумя фазовращателями Достаточно современный двигатель Toyota Одна из болячек этих моторов Течь с натяжителя цепи Либо из подголовки Автомобиль на роботе Здесь механическое сцепление Снимаем клапанную крышку Видим вот такую поливайку с отверстиями Которые брызгают маслом на кулачки распредвалов Плита распредвалов отделяется от головки Здесь присутствуют гидрокомпенсаторы Компоновка практически идентична двигателю G4NA Два фазовращателя Два фазовращателя очень компактные с верхним успокоителем для цепи Цепь втулочно-роликовая Это здорово Присутствуют вот такие замечательные прокладочки Очень веселые Но не будем на них акцентировать внимание Посмотрим, что же у нас здесь еще есть Распредвалы, в отличие от корейского собрата Сделаны из чугунной заготовки Они из пустотелой трубы Кулачки громадные Износы и выработки на них не видно 190 тысяч для этого мотора ерунда Если бы не поршневая На маховике есть подпаленки Сцепление, к сожалению, мы бракуем Клиент уже его менял Родное отслужило примерно до 130 тысяч То, которое он установил Прошло меньше заводского Впрочем, это и неудивительно Обращает на себя внимание Очень тонкие изоляторы свечей Такие же свечи мы видели на корейском Киа Сиде С турбомотором Я думаю, что производители заигрались С толщиной свечей, с толщиной изолятора И посмотрите, чудо Тойота У нее отломился изолятор свечи И упал в цилиндр Далее мы найдем задир на одном из цилиндров Передняя плита снимается целиком По ней идет система подачи масла Через многочисленные резиночки-прокладочки Масляный насос приводится отдельной цепью Со своим маленьким натяжителем Естественно, на таком пробеге Желательно поменять и цепи, башмаки Звездочки здесь нормальные Они стоят недешево Выработка на них, конечно же, уже есть Но я думаю, что до следующего капремонта Их можно оставить Идеология головки равнозначна G4N Такие же присутствуют крышки Но здесь есть вкладыши Четыре штуки У корейцев их нет Они убрали Гидрокомпенсаторы похожи на энашные Но здесь они немножко побольше Также присутствуют роликовые толкатели А под ними подпятники, господа Аналогично двигателю CVL Присутствует также фильтр Масла, который поступает на фазовращатели К постелям претензий у нас нет Все идеально чисто, без износа В блоке присутствует маслоотделитель с крышкой Насос разбираем в прекрасном состоянии Это радует, экономим для клиента Разбираем головку Посмотрите, мотор в целом чистый Моющие свойства масла были хорошие И да, здесь присутствуют форсунки охлаждения поршней маслом Вот они, писюльки Стоят и поливают днище поршней Разобрали головку Чтобы заменить маслосъемные колпачки К клапанам, седлам у нас претензий здесь нет Это замечательно И также ускоряет и уменьшает стоимость ремонта Toyota Auris 1.6 Сняли головку Клиент жалуется на масложор Достаточно большой, долго он с ним ездил Денег на ремонт не было Финансовая ситуация у многих сейчас тяжелая И вот в прокладке есть небольшие отверстия В остальном прокладка практически глухая Ну и алюминиевый блок С залитыми тонкими чугунными гильзами Практически копия G4NA Точнее наоборот, G4NA Корейский копия Toyota мотора Это мы уже знаем С небольшими изменениями Ну и вот собственно состояние стенок цилиндров Здесь выкрашился изолятор одной из свечей Явно вот эта полоса Последствия развала изолятора свечки На задних стенках присутствует износ Надо сказать, здесь очень тонкие кольца Компрессионные всего лишь 1 мм А массосъемные кольца ширина 1,5 мм Все заложено в этом двигателе Чтобы он долго не прослужил 100-150 прошел И выбрасывай, беги за новой Toyota Присутствует перестук поршней Ну и вот Божественная Toyota Не так сильно как на корейцах Но тем не менее уже износ присутствует Мы как-то показывали G4NA С хорошими пробегами У которых явно была видна деформация цилиндров Проявлялся это следующим образом Вот они, эти места Посмотрите Рядом с перемычками цилиндров Присутствует износ Вот эти полосы Это дышит блок цилиндров На стенках, которые не соседствуют с цилиндрами Таких полос нет Вот четвертый цилиндр Смотрим Здесь Рядом с третьим Полосы есть Переходим на первый цилиндр Рядом с ГРМ полосок нет Смотрим на перемычки второго и третьего цилиндров Третий цилиндр Рядом с четвертым Двеноса Прошли те времена Когда кольца были толстыми Когда точили блоки Из-за того, что появлялся уже износ и выработка ВМТ Здесь кольца очень тонкие Я уже говорил про их размеры Соответственно нагрузки на цилиндры от них небольшие Пятно, которое вы видите на задней стенке цилиндра Это в принципе норма То есть это нормальный износ Это не задир Здесь залита чугунная гильза в блок цилиндров Простите за качество съемки Это одно из последних видео Которое снималось на старую технику Дальше будет лучше Видите магнитом я пробую цилиндр Он внутри залез чугунной гильзой Сгорание в нагаре Самое обидное, что с такой толщиной колец Даже гарантировать отсутствие масложора После ремонта невозможно Вот это самое обидное Как вариант перетачивать Поршневые канавки Под более широкие кольца Но проблема здесь в том, что Зачастую производители специально выбирают Диаметр цилиндра таким образом Чтобы не было подбора колец от других поршней Все делается очень хитро Мотор внутри весьма чист Масло хорошее использовали С таким пробегом Смотрите, блок внутри чистенький Шатуны очень похожи на G4NA И в блоке установлены форсунки охлаждения поршневым маслом Пожалуйста Никакой турбины А форсунки стоят Льют в поршни Даже видно Юг там внутри Вымытая Коленвал очень похож на ВАЗовский По крайней мере формой Веса небольшого Вкладыши здесь по состоянию в хорошем виде Конечно же их нужно обновить Коленвал в целом нормальный Ну и этот мотор нам очень сильно напоминает 1.6 от корейцев Потому что 1.6 от корейцев Собственно слизан с тойотовского мотора Юбки поршней достаточно большие Не такие маленькие как у корейца Поршни внутри чистые Смотрите Форсунки свое дело делают Задиров никаких на юбках нет Антифрикционного покрытия здесь тоже нет Юбки абсолютно нормальные Но вот кольца они удручают Толщина колец Компрессионные по миллиметру Массосъемные полтора миллиметра И жесткости у этих колец совсем мало Все очень похоже на Лансер 1.5 Такие же тонюсенькие кольца А вот сами шатуны Для двигателя Объемом 1.6 весьма впечатляют Толстые Палец плавающий Кстати говоря Крышка на штифтах Я приступаю к сборке двигателя Тойота Аурис Вот здесь у меня разложены Запчасти которые необходимы мне для сборки История по ремонту следующая Существуют поршни Тейкин Ремонтного размера 0.5 Это хорошо Не нужно гильзовать блок В блоке залита чугунная гильза заводская Она не сильно толстая Примерно миллиметр или чуть более Расточка 0.25 на сторону Это вполне нормально Тем более не теряется связь гильзы с алюминием Поэтому Расточили блок ремонтный размер А вот с кольцами вышла засада Кольца здесь Просто экстремально тонкие Первые компрессионные 2 миллиметра Тоньше пока еще нет Мы сначала хотели Расточить канавки поршней Под кольца увеличенной толщины Но Автопроизводителям сделано все специально так Что между канавками Очень маленькое расстояние То есть если мы увеличиваем Канавки по ширине Мы неизбежно уменьшаем Толщину перемычек Там по сути остается фольга Это уже на свой страх и риск Рисковать двигателем клиента Здесь мы посчитали Излишне чрезмерным То есть если у него потом Повываливаются эти канавки Естественно претензия будет к нам Что я вас об этом не просил Зачем вы это сделали Мы это уже все проходили В свои годы С тюнингом на автовазах Поэтому С кольцами засада Таких колец на ремонтный размер Вообще нет То есть я смотрел каталоги Может быть я не все посмотрел Но смог найти только у Автовельта Пока пришли поршни Колец у Автовельта тоже не было То есть они присутствовали в каталоге Но их невозможно было заказать Я даже звонил в Москву Там был один комплект на складе И оказалось что его тоже кому-то продали И буквально на следующий день О чудо Эти кольца в количестве 10 комплектов Появились в Москве Я сразу же заказал один комплект И хорошо что он пришел Вкладыши у меня будут Тайха Ну и вот Все здесь разложено Это куча всяких прокладочек Резиночек За счет этих прокладочек и резиночек Цена ремонта повышается Каждая прокладочка По 150 По 100 По 200 рублей То есть неплохо производители навариваются На этом все Не забываем самые главные прокладки Вот эти две И ГРМ ГРМ у нас будет цепи ДИТ Это главная цепь Башмаки Оригинал стоит недорого Вполне приемлемо Поэтому я их заказал Приходят вот в таких пакетах С наклеечками Башмачок масляной цепи Прокладка клапанной крышки Тоже обычно Если у нас нет проверенных вариантов Стараемся заказывать оригиналы Это правило для корейцев не работает В случае G4KD Там заводская прокладка Хуже чем не оригиналы Причем отличие То что ставится на конвейере И то что поступает в запчасти Очень большое Но не будем отвлекаться Что у меня еще Натяжитель я беру оригинал Сюда Свечи Так это NGK Ремень гейтсовский Болты оригинал Головочные Вот они комплект У меня здесь лежат Прокладка Заменитель Reins К этой фирме У меня вообще нареканий никаких нет Фильтра воздушные Беру фильтрон Хорошее качество Ну и ценник Такой Почти оригинал Но чуть дешевле Гидрокомпенсатор 16 штук Я заказал БГА производителя Теперь Вкратце Пробегусь по ценам Из того что мне бросилось Глаза сильнее всего Комплект поршней И колец Стоят умеренных денег Все таки я хотел Немножко здесь разложить Информацию Комплект поршней Недорого Стоит около 4000 Кольца конечно Для Автовильта Это 3 рубля Недешево Ну понятно Что они играют На уникальности товара Того что нет у других Можно цену Хорошенько задрать Остальное Что у меня здесь еще Гидрокомпенсаторы 4700 неоригинал Оригинал там вообще Неплохо стоит Массосъемные колпачки Я не стал рисковать И взял оригинал Потому что по Неоригиналу Если я делаю мотор редко У меня информации мало Какие неоригиналы Можно ставить Эта информация Нарабатывается На большом количестве моторов Поэтому будет оригинал Но вот ценник Оригинальных колпачков В комплект 6000 6000 вот за это За два этих пакетика Типа оригинал Это конечно жесть Болты головочные Оригинал 3 рубля Что еще Цепи Неоригинал Дид Предыдущий клиент На Короле Очень их хвалил Что они пользуются Популярностью У Тойота воду Главная цепь 2000 Масляная Ну 800 рублей 0,8 0,8 рубля Динаминация 21 века И Есть так же Сцепление Водяная Помпа Будет новая Айсин И у меня Комплект Сцепления Здесь вот Лежит Айсиновский Это корзина Диск и выжимной Комплект Обошелся Около 8000 Оригинал Там что-то Совсем дорого Стоит По памяти То ли 15 То ли 16 Тысяч Естественно Народ экономит И старается Брать заменители Конечно же Эти заменители Ходят поменьше Чем оригинал Ну вот Весь расклад По запчастям Переходим К сборке двигателя Ремонтные поршни Я смог найти Только Тейкин А эти поршни Идут без колец Всегда Не знаю почему Но Тейкин Вот продает Именно таким образом И задача Покупки колец Ложиться на Сборщика Либо того Кто ремонтирует двигатель Поршни соответствуют Заводским Комплект обошелся Примерно в 4000 рублей Вкладыши Есть Тайха Стандартная Поэтому с ними Проблем не было Стоят они недорого Вот с кольцами Реальная засада Ремонтных колец Нет И Кольца Я смог найти Только Автовиль Примерно неделю Мы ждали Пока не появились Продажи Я даже звонил В Москву Кольца очень тонкие Большого ресурса В этом двигателе Не заложено Третье кольцо Сплошное С мелкими дырочками Поэтому Масложер Здесь заложен Конструктивно И ресурс Этого двигателя Невелик Ну сотку 150-120 Если пройдет И то хорошо На таких Тонких-тонких Кольцах Был у нас Вариант Переточить Канавки То есть Сделать Заказать Кольца Потолще Мы даже Подобрали Кольца Но в последний Момент Пришлось Снять Заказ Перемычка Между Канавками Тоненькая После проточки Останется Фольга Вот здесь И здесь Как поведет себя Эта фольга При эксплуатации Двигателя Мне неизвестно И потом Шишки Естественно Посыплются На нас Если Эта фольга Сломается Поэтому Мы не стали Рисковать И Колхозить Жаль Конечно Что Тойота Сделала Вот именно Такой Конструктив Зачем Это нужно Я считаю Что Такие Тонкие Кольца Это Крайне Неудачное Техническое Решение Первая Подстава Которая Нас ждет При сборке Двигателя На поршне Нет Никакого Направления То есть Как его Ставить Либо Вот так Вот Либо Вот так Вот ставить Направлений Нет никаких И К большой Печали Мы уже Разобрали Шатуны Сделали Пометки На шатунах А на поршнях Не сделали Пометок Упустили Этот момент Что Можно сделать Вставляем Палец Измеряем Смещение Пальца В какую Сторону Он смещен Определяем Таким методом Направление Поршня Ставим Точку И Проверяем По камере Сгорания По расположению Клапанов Ориентацию Поршня Только После этого Можно Собирать Если Перепутать Направление Поршня И собрать Неправильно Мотор Будет Стучать Первое Второе Кольца Хромированные При этом Отличаются Хотя Толщина Одинаковая Но Отличается Поверхность И На кольцах Нанесена Маркировка H1 H2 То есть Последовательность Третье Кольцо Полностью Соответствует Заводскому Завод Также Сделал С Такими Вот Маленькими Отверстиями Устанавливаю Кольца Для проверки Зазоров Цилиндры Все здесь Нормально Вот Кстати Прекрасно Видно Что Никакого Здесь Покрытия Нет Вот Это Кантик Алюминий То есть Здесь Заканчивается Чугунная Гильза Вот Темный Участок Дальше Идет Свет Участок Это Алюминий Чугунная Гильза Завита В блок Что позволяет Нам Расточить Один раз Ремонтный Размер Больше Расточек Здесь Не будет Следующий Раз Этот Блок Только Гильзовать Под Номинальные Поршни На Шатунных И коренных Вкладышах Замки Отсутствуют Разложил Вкладыши Прикрутил Форсунки Охлаждения Пошли Маслом Был бы Идеальный Мотор Если бы Не толщина Пошли Вых Колец Но Тойоте Ресурс Видимо Больше Не нужен 100-150 Тысяч Пробега И беги В автосалон За новым Автомобилем Ведь у тебя Одноразовый Алюминиевый Мотор Вот Такова Идеология Большинства Автопроизводителей В мире Коленвал Весь Гладенький Все Шеечки С радиусами Тщательно Они к нему Отнеслись Затянул Я коленвал Со вкладышами Все хорошо Вращается Плавно Блок Цилиндров Расточен Ремонтный Размер Сделана Плата Хоннингования Фрезерования Плоскости Под прокладку Перед финишной сборкой Еще тщательно Моем цилиндры Вытираем Насколько возможно Тряпочка с растворителем Или обезжиривателем То есть Прям Все Все Вытираем Всю поверхность цилиндра Какая-то Возможная Грязь Или абразив Если что-то осталось Должно быть тщательно удалено Рештевая Установлена В блок Устанавливать следует С особой аккуратностью Большое внимание Уделяя фаскам Установочным Их гладкости Потому что Кольца очень тонкие И сломать их можно На раз-два А комплект Стоит недешево И ждать его Еще несколько дней Но здесь Все прошло успешно Задний сальник Да и вообще Сальники обновляем Здесь он еще Пока не выставлен Полностью Пока только заготовка Цепь масляный Цепь масляного насоса Новая Как и башмак Собрана плита Сюда устанавливается Насос Вот он у меня Лежит в подсборке Башмачок Натяжителя Масляной цепи Пришел без пружины Это что Еще и за пружину Отдельно платить Да вы вообще В Тойоте Снимаем старую пружину Аккуратно Промываем И устанавливаем На новый башмак Конструкция Конечно Замороченная Вот здесь масляный насос С заборником Прикручивается Вылезает Вот сюда Прикручиваем Шестеренку Ставим Цепь Пружинка Упирается В плиту И все Больше здесь Ничего не надо Не забываем Поставить Реперный диск Буковка F У нас смотрит Вперед Метки здесь Присутствуют Не знаю зачем Возможно для правильной Ориентации Шестеренки На коленвале Потому что она Несимметричная На цепи Тоже присутствуют Метки Ну собрали по меткам Видимо защита От дурака Жесткость конечно Вся эта конструкция Комплект сцепления Будем использовать Производство Айсин Оригинал Очень дорого стоит Ну айсин Это скорее всего И есть оригинал На автомобиле Работизированная Механическая коробка Вот что входит В комплект Корзина Прям лепестки Аж полированные Вот это да Полирнули Лепесточки Вместе прилегания Выжимного подшипника Выжимной подшипник Новый И диск Блок собран Сцепление Установлено Для сборки головки Мне потребуются Маслосъемные клопачки Клапана я привел В нормальное состояние Плоскость фрезерована Как чисто И этот двигатель Б очень понравился Штуцермену Здесь все как он любит На направляющих втулках Предусмотрены замки Также Внутри Маслосъемных клопачков Присутствуют Буртики Это замечательно Клопачок одевается От руки И назад уже его Снять очень сложно Надежно Блок напоминает G4FC Корейский Головка G4NA Так что Тащат корейцы Все потихонечку Копируют Смотрят Конфигурация головки Явно у Тойоты Скопирована Съемная плита С распредвалами Гидрики Вот так Параллельно Идут инженерные мысли В Японии И Корее Головка Собрана И готова К установке Для сборки Используем Прокладку Витя Рейнза И оригинальные болты Устанавливаю Комплект Новых гидрокомпенсаторов Вот такие вот Пилюли приехали Обновляю Вкладыши Распредвалов Только оригинал Вот в данном случае Установил Гидрокомпенсатор На свои места На каждый клапан Одевается подпятник Когда-то В 2000-е годы Когда мы занимались Тюнингом Вазов Вот это дело Изготавливалось И устанавливалось Под неполнообразные Распредвалы Теперь у корейцев Мы видим подпятники В Оптиме С Вальватроником И у японцев На двигателе 1.6 Ауриса Распредвалы Установлены Вкладыши Положены В определенном порядке Здесь стоит фильтр Его нужно Вынуть И промыть Перед установкой Валы Из чугунной Заготовки Пустотелые Трубы Почему-то здесь Не применялись Японцами Валы Очень тяжелые Обновляем Башмаки Цепь И натяжитель В моторе Куча всяких Прокладочек Резиночек Калечечек Все это нужно Поменять Купить новое Старое Уже обжатое Единственное Что я не смог Приобрести Это верхний Успокоитель Главной цепи Износ Здесь есть Он Небольшой Но деваться Некуда Потому что Новый Невозможно Заказать Там очень долгие Сроки поставки Где-то с Японии Под месяц И более Не факт Что он вообще Приедет Мотор весьма Изощренный Собирать его Быстро нельзя Много нюансов Вот например На плите Кстати все Помыто Почищено Присутствует Болт Крепления Плиты Вот здесь Но Бабушка Разрезана То есть Видите С двух сторон Прорези Сейчас я Объясню Почему В это место Вкручивается Специальный болт С прокладкой Ее я заказал Новую Она обрезинена Чтобы масло Не проникало Наружу Так вот Через этот болт Идет масло Там в конце Сквозное отверстие Масло Поднимается По резьбе И Разбрызгивается На цепи То есть В самом узком месте Это вот такая Форсунка Смазки для цепи Сделана Очень оригинально Я установил Новые Резиновые Прокладки У меня Выставлен ГРМ Метки Здесь Метки Здесь Проверка По кулачкам Первый цилиндр Поршень ВМТ Кулачки Смотрят Вверх И на себя С коленвалом С коленвалом Здесь все просто Шпонка Вверх Метка Сбоку Все по цветным меткам Специнструмент Не нужен Натяжитель Будет установлен После монтажа Передней плиты Поставил Новую резинку Щупа ГРМ Собран Установлена Передняя плита Установлены Резиночки И засада С клапаной Крышкой Вот нафига Я полез Менять Сальники Колодца Были они нормальные Относительно Ну поддубили Немножко Но нет Хочется сделать Лучше Лучше сделать Заказать Новые сальники Вот они Примерно 500 рублей Комплект Для того Чтобы достать Старые Мне нужно Отогнуть Усики Металлические Старые Я выбил С большим трудом Они были Повреждены При выбивании И Сейчас Я понял Что сальники Которые пришли Подобранные По ВИН номеру Оригинал Они сюда Не подходят Ура Товарищи До финиша Осталось Совсем Чуть Я споткнулся А какие-то Чёртовы Сальники Диаметр Больше Они сюда Не лезут Я не знаю Даже откуда Какая-то Собака Их кинула В пакетик Под видом Оригинальных Сальников А если бы я Удосужился Проверить Эти сальники Я бы увидел Что они Не с этого Мотора И не выбивал Б старые Но я выбил Старые Их повредил И теперь Стою как дурак У меня нет Ни сальников Ни новых Ни старых И просто Дырки в крышках Супер Нашли мы По телефону Здесь в одном Магазинчике Какие-то сальники Сейчас курьер Туда поехал Будем надеяться Что сальники Будут Нам подходяще Ждём Из остатков Запчастей У меня Здесь лежит На полке Шкив генератора Он был забракован Новые свечи Прокладка Клапные крышки Прокладка выпускного Пускного коллекторов Графитовое кольцо Басаловское На выпускной коллектор Термостат Масляный фильтр Ремень И воздушный фильтр Коробки С прокладкой Для водяной помпы Есть рекомендации Рекомендовано Менять водяную помпу Вашу водяную помпу В гараже От гараж Или Механикам Кто что-то Сечёт В водяных помпах Ну что ж Сальники привезли Мотор собран И отправляется На установку Работа ушла Несколько недель В связи с тем Что мы долго ждали Запчасти И Стоимость ремонта Запчастями Составила 85 тысяч рублей Сюда входит Наша работа Механообработка И запчасти Плюс Также была Сторонняя работа Субподрядчика По снятию И установке Двигателя Это отдельно На этом всё Спасибо за просмотр До свидания